Искусственная неровность имеет деформацию, так скажем. Планшет и ручка сегодня водителей не останавливают. Сотрудники городской автоинспекции обходят школы, осматривают территории вблизи учебных заведений. Участки должны быть безопасными. Всего в списке. Более ста адресов. На знаке 519.1 и 519.2 отсутствует флюоресцентная пленка желтого цвета. Носит рекомендательный характер, но как бы вблизи учреждений. Образовательных. Образовательных, да. Лучше бы, чтобы они с ней были. Чтобы привлечь внимание водителей лишний раз. 11-я школа, что в Волжском районе. На дороге отсутствуют зебры и некоторые фрагменты лежачего полицейского. Необходимо обновить и знаки пешеходного перехода. По словам автоинспекторов, по правилам здесь должны быть и металлические ограждения. Отсутствует один. С той стороны нет. Видишь? Не на этом пешеходном переходе, не на том. Да. То есть он должен быть один, второй. И там третий и четвертый должен быть стоять. Все недостатки патрульные записывают. Затем составляют акт и передают чиновникам. В списке оказался и перекресток Мясницкой с Первой Садовой. Здесь переходят дорогу ученики Восточноевропейского лицея. Ревизоры не увидели дублирующих знаков. Зато разметка свежая. За этим следят, признается Юрий Савкин. Он живет неподалеку. Нормально. Здесь кнопку нажимаешь, проходишь. Тут слепые. Они всегда пользуются. И действия также проходят. Все нормально. По истечению срока, указанного в представлении, нами повторно проводится проверка. По исполнению данного представления Дорожным комитетом осуществляется выезд к прилегающим территориям вблизи образовательных учреждений, на которых мы проверяем, были ли сделаны соответствующие работы сотрудниками Дорожного комитета. Как показывает практика, дорожная разметка в принципе наносится постоянно на основании наших представлений в необходимых для того местах. А вот уже со светофорными объектами стоит подождать периодически. Не облагорожен участок и рядом с самим лицеем. Ни лежачего полицейского с разметкой, ни знаков со светофорами. С последним в Саратове вообще беда, рассказали патрульные. Их установка обходится недешево. Всего же в городе дороги безопасны лишь у одной школы из десяти.